СТОП СПРАВКИ Конечно, это то, чего больше всего ожидают граждане от власти. Это качественных сервисов. И мы работаем с государственными органами, которые предоставляют административные услуги по переводу их услуг в электронный вид. Это для нас очень важно, и сегодня на сайте Кабинета Министров Украины можно увидеть перечень электронных услуг, которые уже можно получить в Украине от государственных органов. История электронного управления на серьезном государственном уровне началась в Украине более четырех лет назад. Тогда создали агентство, которое начало заниматься электронным управлением. Специалисты радовались. Украина впервые получила институцию, которая будет заниматься развитием и архитектурой электронной сферы. Если мы хотим получить какую-то качественную услугу, чтобы нас не посылали за какими-то дополнительными справками, то, соответственно, в идеале это должно происходить в электронном виде. То есть информация, которую приносили ранее в бумажном варианте, должна получаться государственным администратором информационной системы, которая предоставляет электронную услугу в электронном виде. И должен предоставляться соответствующий сервис. Зарегистрировать документы онлайн, заказать биометрический паспорт, получить выписку из государственного земельного кадастра, купить электронный билет. В советское время об этом можно было только мечтать, а сегодня этими услугами уже никого не удивишь в Украине. Электронное управление — это современное открытое правительство, цель которого — построить сервисное государство для своих граждан. Концепция коммуникации между властью и гражданами должна быть простой, легкой и доступной для всех. Собственно, украинское правительство строит именно такую систему коммуникаций, когда существует единственный ресурс, на котором можно и получить услуги, и посмотреть новости, и посмотреть интересные данные. Должен быть весь набор открытых данных также на одном ресурсе. Существует несколько важных направлений электронного управления в Украине. Это открытые данные, электронные услуги, а также электронное участие, которое обеспечивает право участия граждан по их собственной инициативе в развитии самоуправления, формировании и реализации государственной политики. Эффективные инструменты электронного участия — это электронные выборы, электронные петиции или общественные консультации. Которые тоже могут происходить в электронном виде, когда человек с помощью средств идентификации может высказать свое мнение, прокомментировать законопроект, выбрать несколько вариантов решений, например, по проблеме города или общины. И такие инструменты называются инструментами электронного участия. Открытые данные — одно из ключевых направлений реформы электронного управления. В этом году Украина заняла 17-е место по уровню развития открытых данных и второе место среди стран, осуществивших наибольший прогресс за последние 4 года. В 2016 году Украина присоединилась к так называемой «харте открытых данных», которая есть свои принципы, и если эти принципы выполнять, то, соответственно, в стране более активно развиваются открытые данные с более понятным подходом. Открытость данных дает возможность гражданам и бизнесу принимать более взвешенные, рациональные и экономически эффективные решения. В результате бизнес развивается активнее и становится конкурентноспособным, а граждане получают возможность больше общаться между собой. И здесь мы говорим об огромном массиве данных, которыми располагает государство, от экономики до социологии, от миграции до транспорта. Ведь массив данных, касающихся того, как государство распределяет свой бюджет, какие приоритетные направления, что происходит в городах на уровне государств. Ивар Талло является основателем Академии электронного управления в Эстонии. У него есть 20-летний опыт внедрения реформы. Он работал консультантом в 85 странах мира, в том числе и в Украине. Говорит, что самое главное в электронном управлении, чтобы в центре внимания был человек. Важным является и факт прозрачности, когда у граждан появляется ресурс влияния на власть. «Правительство работает позади нас, чтобы не видно его было. То есть не то, что мы бегаем из одного нотариата в другой к какому-то чиновнику, но двигаться должны данные не люди и бумаги». Эстония является лидером многих инновационных разработок. Поэтому понятно, что граждане в этой стране не стоят в очередях за рецептами на лекарства или билетами, ибо существуют специальные проекты «Электронное здоровье» и «Электронный билет». В Эстонии также голосуют на выборах с помощью идентификационной карточки, заполняют налоговую декларацию, а некоторое время назад вообще решили отказаться от водительских удостоверений. «У нас в Эстонии мы упраздняли водительские права уже 10-12 лет назад. То есть сказали, что, слушайте, есть дигитальная база данных водительских прав, есть дигитальная база данных, документы в машину и страхование. Почему человеку надо их таскать с собой все время? Если забудет. Но что это меняет? Ничего не меняет». По мнению международных партнеров, Украина имеет все условия для того, чтобы двигаться вперед в сфере электронного управления. Ведь для этого есть понимание правительства, соответствующие кадры и желание властей построить современное электронное государство для своих граждан. Нужно только, чтобы работали такие цифровые сервисы, которые бы граждане использовали. Услуги должны быть эффективными, удобными и понятными. Сейчас в правительстве идет работа, которого это агентство и управление руководит, чтобы создавать эти общие элементы. И это очень, я думаю, здорово. Это теперь очень и поняли доноры, что с этим, то есть Украина сейчас идет на правильном пути и хотят это поддерживать. В мире существует много успешных примеров внедрения реформы электронного управления. Одним из лучших признан сингапурский вариант. В этой стране гражданам активно предлагают услуги через мобильную связь. Например, Верховный суд Сингапура направляет гражданам СМС, чтобы напомнить дату заседания. Кроме того, жители, авторизованные на сайте, имеют возможность электронным способом подавать судебные иски по любым мелким делам. Полезны также примеры Эстонии, Кореи и Дании. Реформа электронного управления – это непрерывный процесс, который со временем будет только ускоряться. Поэтому очень важно на этом локомотиве прогресса двигаться дальше. Ведь технологии можно купить, главное, чтобы было понимание и видение процесса во всех провластных институциях. Человек должен быть в центре внимания любого современного государства.